МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Палладеанство – это направление в архитектуре европейского, в том числе русского классицизма 17-го, 20-го, да, пожалуй, и 21-го веков. Направление, восходящее к творчеству зодчего 16-го века. Андреа Палладео, быть может, величайшего зодчего всех времен и народов. Мы говорим архитектура, подразумеваем Палладео. Андреа Палладео – архитектор позднего возрождения, предтеча классицизма в архитектуре. Родился в Падуе в семье Мельника, гражданин Венецианской республики. В 1524 году переселился в Веченцу. Построил в ней и ее окрестностях множество городских домов, палацца и загородных вилл, а в Венеции несколько церквей. Трансформировал образ палацца, приблизив его к типу общественного здания. В архитектуре вилл создал тип хромовидного дома, автор трактатов «Римские древности» и четыре книги об архитектуре. Сам Палладео принадлежит итальянскому ренессансу. Это именно возрождение, возрождение античной классики. И значит, палладеанство нового и новейшего времени – это возрождение возрождения или обращение к античности через призму ренессанса. Палладеанство – не всякий классицизм. Это понятно как раз на примере русского классицизма, который прошел через несколько стадий. Палладеанство – это его средняя или высокая фаза. Фаза между ранним, так называемым французским классицизмом, и поздним или ампиром. Важно различить палладеанство с предыдущим периодом, ранним классицизмом. Если говорить коротко и даже примитивно, французский классицизм слишком декоративен, в нем еще жив и постепенно гаснет импульс предыдущего большого стиля – барокко. Можно сказать, ранний классицизм – геометризованная барокко. Палладеанство – такой классицизм, в котором не остается барочный. Мы в усадьбе Братцева, главный дом которой – один из лучших памятников московского палладеанства. Усадьба вошла в черту Москвы. Мы слышим шум этой черты – Московской кольцевой автомобильной дороги, которая разрезала Нижний парк с прудами по берегам речки Сходни. Братцева принадлежала графу Александру Сергеевичу Строганову, президенту Академии художеств, а затем его супруге Екатерине Петровне, которая покинула мужа ради союза с бывшим фаворитом Екатерины Второй, Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым, который и стал здесь фактическим хозяином. Жаль, мы не знаем, когда именно до или после этой семейной драмы построен сам дом, не имеющий точной датировки. Но это 80-е и 90-е годы 18 века, годы палладеанства. Архитектуру дома традиционно приписывают Андрею Воронихину, автору Казанского собора в Петербурге. Причина проста – Воронихин считается внебрачным сыном графа Строганова. Но современные исследователи находят образ этого дома на чертеже из архива другого великого зодчего Николая Александровича Львова. Дом графини Строгановой подписан этот лист. На плане Львова – палладеанская вилла, хромовидный, крестообразный в плане дом. Но и дом в Братцеве был четырехфасадным. Переходы к флигелям выстроены позже. Есть и изначальные отличия от проекта. У Львова боковые выходы креста, прямоугольные в плане, а на месте – это полуротонды. У Львова видим портик большого ордера, а на месте – колонны малого ордера, несущие балкон. Русское палладеанство началось с приездом к императорскому двору британца Чарльза Камерона, итальянца Джако Макваренги и с началом архитектурной практики Николая Александровича Львова. Львов стал рядом с первыми двумя, имея за плечами офицерскую школу. Его настоящим университетом были европейское путешествие, перерисовка и перевод палладиевых книг об архитектуре. Предисловие к этой книге стало, в сущности, манифестом русского палладеанства. Я желал, чтобы в моем издании палладий походил на самого себя, а не на француза, который чистый его вкус отяготил кудреватыми украшениями. В моем отечестве да будет вкус палладиев. Николай Львов от издателя «Русского палладия». Продолжение 19-го столетия. Высокий классицизм сменился ампиром, ампир-романтизмом, прибегавшим к архитектурной эклектике. На рубеже 20-го столетия расцвел модерн. Вскоре началась неоклассическая реакция на него. Следовательно, должно было вернуться и палладианство. Оно и вернулось. Прошло 100 лет. Разумеется, неоклассика 10-х годов должна была пройти через увлечение всеми ипостасями старого русского классицизма. Преобладали впечатления московского и петербургского ампира. Но и палладианская струя была сильна. Палладианство было манифестировано еще в 900-е годы при живом модерне. Это была острая полемическая реакция на модерн. Автором этой манифестации стал Иван Желтовский, ученик Петербургской академии художеств, перебравшийся в Москву. По самим манифестам его первая самостоятельная работа. Дом Московского скакового общества на скаковой аллее рядом с ипподромом. Это 1903 год. Иван Владиславович Желтовский, архитектор в Москве с 1898 года, академик архитектуры с 1909-го, лидер палладианского направления в неоклассицизме Серебряного века и сталинского времени, создатель архитектурной школы. Главные произведения первого периода – дом скакового общества и особняк Тарасова на Спиридоновке, воспроизводящий палацца Тиена в Веченце. Главные произведения второго периода – жилой дом на Моховой улице, перестройка ипподрома, многоквартирный жилой дом на Смоленской площади, типовой кинотеатр. Выполнил новый русский перевод четырех книг об архитектуре палладио. Желтовский – это стремительное движение от русского палладианства к самому палладио, к 16 веку, неопосредованному в 18-м. Уже современники отмечали, что Иван Владиславович живет, словно бы внутри итальянского 16 века. И даже советская эпоха не изменила этого. Дом скакового общества устроен очень функционально. Например, ротонда с балконом на торцевом фасаде – это площадка для наблюдения. Скачек оттуда был виден ипподром. Сохранились интерьеры вестибюля и больших помещений третьего этажа. Несколько лет назад отсюда выехал штаб военно-морской авиации. И дом ожидает огромный объем реставрационных работ. Главным объектом реставрации должна бы стать работа художника Невинского. Роспись сводов в вестибюле и плафоны третьего парадного этажа. Это Патриарший пруд. Знаменитый угол сквера, где в романе Булгакова «Аннушка» пролила масло. Трамвай выворачивал из Ермолаевского переулка на Малую Бронную улицу. Но это не наша тема. Ермолаевский переулок – это такой мост от второго павлодианства серебряного века к третьему советскому. За моей спиной дом Московского архитектурного общества. В 910-х годов постройки общество во главе с Великим Шехтелем Корифеем Модерна выбрало для своей резиденции на внутреннем конкурсе проект архитектора Маркова, вообще мало строившего. Сам проект Маркова был ответом на работу Желтовского, завершавшуюся к 2012 году. Знаменитый дом Тарасова в соседнем квартале по ту сторону Патриаршего пруда. Желтовский и Марков в своих проектах обратились к другому главному жанру палладио – жанру городского дома, а не виллы, жанру палаццо. Палаццо – это дом, строящийся в городской плотности. Плечом к плечу с соседями. Когда в конце Великой Отечественной войны архитекторы Гайгаров и Дзисько строили на Патриаршем пруду свой дом для генералов близкой победы, они, конечно, оглядывались и на дом Московского архитектурного общества, и на палаццо Тарасова на Спиридоновке. Считается даже, что они принадлежали мастерской Желтовского. По другим сведениям, работали в военпроекте. Но Желтовский возникает в этом контексте не случайно. Иван Владиславович, именно он возглавил третье советское палладианство, как возглавлял второе досоветское. Именно Желтовский перенес палладианский идеал из десятых годов в тридцатые через эпоху двадцатых, эпоху нового большого стиля, авангарда, рожденного в России. И как второе палладианство против модерна, третье манифестировало против авангарда. Что удивительно, после смерти Желтовского Ермолаевский переулок будет назван его именем. Сейчас это снова Ермолаевский. Но генеральский дом построен по-московски свободно. С отступом и от линии улицы, здесь небольшой огражденный полисадник, и от соседей, здесь пилоны ворот со скульптурами львов. Говорят, что именно в этом состояла подсказка Желтовского авторам. Получилась настоящая московская усадьба со свободной постановкой главного дома. В ее архитектуре нет как будто ничего советского. Ни звезды, ни серпа, ни молота. Рассказывают как анекдот, что экскурсоводы, показывающие патриаршие пруды, выдают этот дом за дом масона Баздеева из романа «Война и мир». Дом, в котором в 1812 году жил Пьер Безухов. Вот сила стилизации. Господствующий стиль нашего времени, модернизм, наследник авангарда 20-х. И как у авангарда, у модернизма есть классицистическая альтернатива. Но в отличие от 30-х годов, это не господствующая, а камерная, аристократическая альтернатива. Тонкая линия в развитии современной архитектуры. Всего несколько имен. Михаил Филиппов, Михаил Белов, Дмитрий Бархин. Вот работа Бархина, кстати, представителя Зодческой династии. Офисный дом в конце Большой почтовой улицы. Это не палладеанство в точном смысле слова. Основа здесь французская классика 70-х годов 18 века. Больше того, у этого дома есть конкретный прототип. Дом Долгова на 1-й Мещанской улице. Работа любимого Бархиным Баженова. Но в эту пышную французскую декорацию вплетены, вкомпонованы элементы палладеанства. Прежде всего, эдикулы, оформление больших окон. Колонками, перебитыми квадрами камня. Помните дом Московского архитектурного общества в Ермолаевском переуке? Вот и выходит, что современные классицисты вправе не различать, а напротив смешивать то, что различали, разделяли их предшественники. Это живая классика. Она длится. Вечная альтернатива каждому большому стилю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова